Как только входишь в дом Марины Чистяковой, сразу же окунаешься в атмосферу настоящей сказки. Работы рукодельницы украшают все пространство. Но настоящей галереей является зал. Здесь Марина творит. Ленты и иголки, огромное количество бисера и украшений занимают практически весь рабочий стол. Рукодельница признается, что иногда в поисках именно той, самой необходимой детали проходит не один час и даже не один день. За нужным цветом ленты или структурой ткани приходится по-настоящему охотиться, потому что не все можно найти на прилавках магазинов, приходится заказывать через интернет или покупать во время путешествий. Однако, несмотря на такой необычный, но весьма кропотливый труд, увлечение приносит женщине огромное удовольствие. Она считает, что от отношения к хобби зависит и интерес к нему других людей. Некоторые работы делаются очень быстро. Некоторые делаются и неделю, возможно, и месяц. То есть это зависит от того, какую ты задумал именно. Насколько ты хочешь, чтобы были подобраны оттенки. Потому что возьмем оттенки зеленого, а не настолько, то есть как бы в каждой картине пытаешься подобрать именно свой оттенок. Поэтому вдохновление, наверное, отдых, если настроение хорошее, то есть как бы, ну я подхожу к работе, если плохое настроение, то лучше не браться. Вы должны сесть за стол только с хорошим настроением. Я все время вспоминаю, то есть ты должен сесть, расслабиться, взять, и тебе захотелось это делать. А если вот как бы через силу, то есть ничего не получится. То есть нужно, чтобы именно хотелось и лежала к этому душа. К рукоделию Марину привела в свое время еще бабушка, которая научила вышивать крестиком и видеть в каждой вещи что-то необычное. Наверное, именно такое творческое общение дало свои результаты. Сегодня уже Марина вместе с дочерью занимается самыми разными рукоделиями. Однако именно вышивка лентами для женщины самое любимое дело. Эта работа, по словам Марины, напоминает работу художника. Только в роли кисти выступает игла, а ленты создают творческий образ. Я занимаюсь уже очень-очень давно, и вся моя семья занимается различной вышивкой. То есть и ребенок у меня вышивает, и бабушка у нас вышивает. Ну и как-то вот приедается одно и то же, когда ты делаешь только там крестики. Крестики – это уже не так интересно. Поэтому было как бы принято решение попробовать что-нибудь новое. И это были ленточки. Подтолкнула, скорее всего, необычность, потому что у нас этого не было. Во-вторых, это объемность. То есть картина ленточками всегда объемная. То есть она видна со стороны и всегда обращает на себя внимание. Поэтому хотелось попробовать. Сначала были атласные ленточки. В планах, конечно, есть попробовать и шелковыми лентами. Наверное, все со мной согласятся, что самое главное счастье – это когда твои родители, они счастливы, занимаются тем, что им нравится. Я смотрю на мою маму каждый вечер и вижу, что она улыбается, что ей хорошо. Ей нравится заниматься этим. И, конечно, меня это подталкивает. Ну, конечно, я сейчас в выпускном классе учусь, именно поэтому мне стоит расставать приоритеты. Именно поэтому творчество у меня отходит на второй план. Однако оно совсем не уходит из моей жизни. Каникулы остаются, счастье остается. Однако я предпочитаю больше лично. Мне нравится бисероплетение. Ленточкам я умею вышивать, но очень скромно. Бабушкино увлечение разделяют тоже только отчасти. Вот мое увлечение – это бисероплетение. Марина уверена, что картины ручной работы в доме всегда желанны. У кого-то это эмоциональная связь с прошлым или мечтами. У других – предмет эстетического наслаждения и источник света. Связь с вечным и чем-то очень значимым. Поэтому на праздники для родных женщина делает подарки своими руками. Вот, например, чудо-коньки – символ зимы и воспоминаний детства. У Марины много планов на будущее. Она не желает останавливаться на достигнутом. Поэтому постоянно совершенствуется. Посещает мастер-классы даже в других городах. Женщина уверена, что вышивка лентами была бы интересна брестским рукодельницам. Поэтому интенсивно работает, чтобы в ближайшем будущем самой выступить в роли учителя. Мастер-классы нужно проводить. Я тоже об этом обдумывала. И нужно для того, чтобы провести мастер-класс, мне нужно предоставить людям расходные материалы. То есть у меня должны быть там 10 иметь, 10 пялиц. У меня должно быть ленты определенные. И работы должны быть не сложные для первого раза. У меня в планах это и есть. Поэтому пялицы вот я как бы закупаю. Потому что у меня их уже, ну, к 10 еще нету. Но вот, в принципе, я жду свой заказ. И тогда уже можно задумываться о проведении мастер-класса. Несмотря на большую занятость на работе, у Марины Чистяковой всегда хватает времени и для семьи, и для занятий любимым делом. Мастерица за один вечер умеет превратить обыкновенный коричневый вельвет в шикарную косметичку благодаря оригинальной вышивке ленточками. Ее не удивишь красивыми картинками в интернете. Все опробовано на собственном опыте. Женщина следует своему девизу – идти вперед и никогда не сдаваться. Возможно, именно поэтому Марина Чистякова – не только профессионал своего дела, но и рукодельница с большой буквы, которая своими работами дарит людям самое главное – хорошее настроение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok